Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и зрители, здравствуйте! Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов, а в нашей студии гости. Одну из я рада представить, это автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем» Анны Фёдорова. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Вета! Рада вас видеть сегодня. Долго вы не были у нас, и я думаю, что и я, и наши слушатели и зрители уже точно соскучились. И наши слушатели и зрители знают, что когда вы приходите в нашу студию и украшаете её не только своей красотой и своей доброй улыбкой, но и обнимающим сердцем, его вы приносите с собой и приводите единомышленников. И сегодняшний эфир – это не исключение. И, кроме всего прочего, вы сегодня моя соведущая, поэтому я с радостью передаю вам слово, и вместе со слушателями и зрителями буду узнавать, кого сегодня обнимает своим сердцем ваш проект. Спасибо большое за добрые слова. Уважаемые зрители, дорогие слушатели, рада вас приветствовать. И сегодня в студии вместе со мной мои друзья, мои подруги, добра ангелы, ангелы добра Мария Кураева, куратор пилотного проекта, вот как раз у нас сегодня тема о взаимодействии нашего инклюзивного проекта с мэрией города Якутска. И действительно, мы получаем большую поддержку, помощь и расскажем о том, как мы взаимодействуем с мэрией. И Руфина Осипова, мы с ней вместе начинали этот проект. Руфина является автором идеи дневников мамы. Это приоритетное направление сейчас у нас. И тоже ангелы добра. Летом я была приглашена на совещание, которое проходила, встреча была с Евгением Григорьевым, нашим мэром. И на этом совещании были мамы особенных детей и ангелы добра. И все говорили о том, что бы они хотели сделать в этом направлении. Для меня было удивительно, что на все ваши чаяния, желания мэр сказал «да». Я была удивлена, что он поддержал абсолютно любой, каждый проект. Мы считаем, что мэр также является нашим ангелом добра, потому что с самого начала, мы начали в октябре 2022 года, мы сразу чувствовали поддержку администрации. У нас были рабочие совещания вместе с сотрудниками мэрии тогда, в 2022 году. Мы начали с выставки, как вы помните, да, это была стационарная выставка в смарт-библиотеке. И от администрации города Якутска на открытии выступал, и очень трогательную речь и поздравление для нас сказал Руслан Владимирович Тимофеев, заместитель главы города Якутска. И действительно, на протяжении всего этого времени мы ощущаем их помощь, поддержку, это да. И библиотека так хорошо вам распахнула свои двери, и можно было приходить практически в любой день, любому количеству людей, посещать эту выставку. — Да, вы знаете, я несколько раз уже, наверное, в этой студии говорила о том, как проект появился и как он начал развиваться. И сейчас уже, оказывается, пролетело три года, и мы провели, оказывается, уже более 90 мероприятий. И мы даже сами как бы, ну, не ведем же мы конкретный подсчет, да, вот, пример мероприятий один, два, три. Это все стихийно как-то самообразовывается, образуются свои рабочие проектные группы. Люди приходят, уходят, и это нормально. И самое главное, что цепочка добра от сердца к сердцу, к человеку к человеку, она вот приходит. И вот в нашем пространстве случается очень много чудес, очень много каких-то абсолютно неожиданных и приятных сюрпризов. И, ну, например, один из которых, вот буквально сегодня мы с Дорой Балдановой, вместе с которой подавали заявку на грантовый конкурс по выделению субсидий от администрации города Якутска на социально значимые проекты, нам выделили субсидию и, значит, к книжному сборнику, сборнику дневников мамы быть. За что большая, конечно, спасибо, ну, большая благодарность экспертам и мэрии, что проводят такие очень хорошие, важные конкурсы. Вот о проекте «Дневники мамы» — это проект в проекте, да? Этот проект принадлежит, по-моему, Русине, да, авторству. Расскажите, пожалуйста, как вы решили вот так вот привлечь маму и насколько это было, может быть, сложно для тех, кому вы это предложили? А может быть, и это не было сложно, они ждали этого? Ну, вообще, когда идея зарождалась, вообще идеи на самом деле не было. Мы с Анной обсуждали вообще, как, что и должно быть в музее, когда вот обнимательство раскрывалось. И вот прямо просто так пришла мысль, давайте создадим то пространство для мам, где они могли бы выговориться, где они могли бы быть понятыми. Потому что на моём примере есть моя одноклассница, она тоже является автором дневников, и я её, честно, не понимала. Не понимала, и вот когда предложили эту идею, Люси сама вот подхватила её, и затем вот Анна, вместе с Анной всё это как-то стало масштабироваться, и масштабироваться, и люди сами стали подходить и просить, давайте мы напишем. То есть даже на семинаре, когда мы проводили, мамочки сами говорили, что мы бы тоже хотели поучаствовать. Ну, это, конечно, очень отрадно, но у родителей некоторых приходится, конечно же, уговаривать, потому что не каждый готов обратно вернуться туда, откуда вот им было достаточно тяжело. Вот проживать им, это тоже сложно. На сегодняшний день уже достаточно много таких историй, и они опубликованы и у вас на сайте, да, и в телеграм-канале, и они озвучиваются, будет аудиоверсия, да, и также мы планируем фрагменты дневников вот на нашей радиоволне, дать послушать слушателям, и это тоже будет скоро, как рубрика, одна из рубрик на волне радио нашего республиканского. Ну, знаете, вот благодаря, вот смотрите, как тоже получилось так, что мы попали на НВК, да, то есть мы вообще никакого отношения не имели ранее, вообще никто из наших ангелов, да, но вдруг появилась такая возможность, и вы нас пригласили в эту студию, и именно с вашей лёгкой руки, с вашей подачи, Вита, мы стали рассказывать об инклюзивном обществе. Почему мы это делаем, да? Потому что мы все являемся матерями, и мы хотим, чтобы наши дети росли в более здоровом обществе, не в том, в котором я когда-то... Я же сама себя помню, что я не знала, как общаться с особенными людьми, да, у меня какой-то был страх, я просто отходила и делала вид, что нет таких людей рядом, тогда как вроде бы мы все вместе, все рядом, но на самом деле в очень большом отчуждении. И вот в 22-м году, когда дневники мамы, эта вот идея пришла, но на тот момент только три человека откликнулись, это была Люция Спиридонова, Андреева, вы знаете, я забыла, забыла. Пусть будет количество человек, да, всего три человека было. И мы понимали, что, во-первых, нас ещё не знают и нам не доверяют, и как бы, ну, это понятная реакция, да, кто такие, что, откуда пришли. И об этом, наверное, может сказать Мария Кураева, потому что Маша является тоже мамой Саши, мальчика с ДЦП, очень активный и очень, ну, такой, знаете, лидер, наверное, вот этого сообщества, который делает инклюзивный мир, да, то есть гораздо ранее ещё Мария вот всем занималась, то, что сейчас мы, получается, подхватываем и тоже, ну, в этом направлении работаем. Я, наверное, расскажу, как я пришла, да, «Обнимая сердце». Как вы вообще узнали об этом проекте, да? Как я узнала об этом проекте. Мне позвонила Анна, да, и говорит, что вот будет семинар для родителей, особенных детей, и рассказала, ну, говорит, мы этот проект «Обнимая сердце», и сказала, что приглашает меня стать спикером, а мои данные она взяла Любовь Николаевна, руководителя Харскал. И я думаю, кто такая вообще? Я слышала про «Обнимая сердце», да, слышала, но как-то мимо, мимоходом, ну, что-то там делают, чем-то занимаются. Ага, и вот я пришла туда спикером, и первый раз, когда вот сидела, и вот рассказывали про «Обнимая сердце», про ангелов, про то, что всё это идёт в потоке, я вообще тоже не понимала, да, кто такие вообще, о чём вообще это. И когда вот в конце, даже вот в конце вот семинара, в конце мероприятия, Анна сказала про то, что вот я хочу, чтобы мои дети жили в том инклюзивном обществе, где все на равных, да, вот только тогда я уже всем сердцем своим прочувствовала вот всю эту миссию, которую делают вот эти люди, да, тогда было понятие, что мы и люди, да. Да, я стала мамой особенного ребёнка 9 лет тому назад, и когда вот Саша родился, конечно, я была в шоке, конечно, я очень долгий процесс проходила по принятию своего ребёнка, и когда я приняла и поняла, что мой ребёнок такой же, как и мои старшие дети, ничем не отличается, просто он не ходит и не говорит, а всё остальное он такой же, как и все дети. Вот когда я поняла, мне очень захотелось об этом рассказать и другим, чтобы и другие люди вот всем своим сердцем прочувствовали и поняли, что да, есть особенные дети, у них свой мир и свой характер, свои особенности, да, свои какие-то предпочтения, свои какие-то странности, но они такие же люди. Меня так тронули, когда Вы сказали, что я не поняла вообще, куда меня позвали, зачем, такое ощущение, что Вы как за чертой были, да, как будто бы Вас выбросили, и тут вдруг оттуда, из того мира Вам уже попадают. Нет, даже не понимание того, что выбросили. Мы же находимся в своей оболочке, да, есть свои общественные организации, есть там свои руководители, есть свои проекты, и мы эти проекты сами делаем для своих детей. Целое вот это сообщество, внутри вот Харасхал находимся. И как бы мы... Наружу не выходите особо. Да, ага, да, там же говорят же, что твой ребёнок, твои проблемы, ты и решай эти проблемы, да, и ты берёшь и решаешь эти проблемы. У меня было своих очень много проектов, и я вот эти вот ощущения того, что я что-то должна сделать, что я что-то должна сделать для своего ребёнка, у меня изменилось и стало шире, когда я познакомилась с девушками с «Обнимаю сердце». Да, почему? Потому что я поняла, что есть, оказывается, люди, у которых, да, ничего там не доказывая, ничего там не показывая, сами пришли к этому. Ведь во многом вот «Обнимаю сердцем» волонтёры, они же, у них нету особенных детей, да, и каждый по зову сердца пришёл и включается в потоки. Это такой вот мощный такой ресурс, да, я его представляю такой вот рекой, да, река течёт, и в эту реку включаются люди со своими ресурсами, со своими знаниями, со своими какими-то предложениями, да. Кто-то включился, сделал своё, ушёл. И я тоже вот взяла и в поток включилась, и мне сейчас не надо ничего самой организовывать, да, с нуля, как говорится, да, доказывать, бегать, потому что я сюда включаюсь в общий поток тем, что я умею, тем, что я знаю и тем, что я могу. И в этом я вот думаю, что вот ценность вот этого проекта, волонтёрского проекта. Получается, вы что-то делали для своего ребёнка, у вас были конкретные задачи «Я и мой ребёнок», а теперь вы делаете и для своего ребёнка, и для других детей. Нет, нет, ага. Раньше-то тоже вот это же делали и для моего ребёнка, и для моего ребёнка, и для других детей же организовывались проекты. А сейчас это стало шире в понимании того, что кроме… Думаешь, что вот только это твоё дело, да, и многие родители тоже думают, мы находимся в своей оболочке. А тут вот «Обнимая сердце» даёт возможность выйти за эту оболочку и довериться миру, довериться людям. И то, что есть, оказывается, люди, которые готовы помочь от всего сердца. Вообще показаться миру, да, концерт, который вы организовываете уже второй раз, и будет и третий раз. Третий раз будет, да. Это вот как раз помочь этим людям, да, которые… Особенным людям выйти и показаться миру, и показать, что они могут. На самом деле это вообще какое-то очень уникальное пространство, которое даже неожиданно для меня было, да, что я в очередной раз стоя в зале, когда шёл какой-то номер, подумала, боже, что я, что опять происходит, куда я влезла. Ну, потому что настолько какой-то вселенский космический поток, где нет никаких абсолютно условностей, ограничений. Тут же сидят заместитель председателя правительства, тут же сидит педагог-жестовик, да, детишки на колясках. И даже, например, нам говорили, оставьте место, оставьте место. Мы говорим, нет, это инклюзивный концерт. Где найдёте место, там и сядете. То есть свободная рассадка. И очень запомнились мне слова ваши, как вы тогда вот после первого, да, что как будто льдинки в сердце. Сами повторите, как это очень красиво. Да, как будто заледневшее сердце, этот лёд как будто треск. Я даже услышала, что он трещит, потому что как будто мы действительно живём и отгораживаемся, мы не хотим смотреть, потому что больно, часто больно смотреть на боль другого человека, тем более, которая так явно. И отворачиваешься, не смотришь. А тут эти люди вышли к тебе навстречу. И когда пили и танцевали люди, которые не слышат, у меня всё. У меня этот лёд трещал так, что просто звенело ушам. Я вышла со слезами на глазах после первого концерта. Можно я сюда вот добавлю, как мама, да? Вот когда ты тоже вот принимаешь своего ребёнка, да, таким, какой он есть, у тебя тоже вот такое вот ощущение, да? И ты попадаешь в совершенно другой мир. Другой мир, где даже вот на ментальном уровне или на душевном каком-то уровне ты начинаешь общаться с детьми, которые не говорят, не слышат, да? И это такой вот, такой уникальный, да, и такой уникальный, такой другой мир. И ты тоже становишься другой, когда ты начинаешь по-другому видеть особенных людей, у которых есть особенности. И вот ещё я пришла к такому, что вот эти дети, почему рождаются такие дети, да, особенные дети? Эти дети приходят, чтобы изменить мир, изменить нас. И когда вот ты видишь рядом с собою человека с особенностями, и что ты себе испытываешь, когда ты видишь, да, страх, тревогу, боль, отторжение, да, вот именно это и… вот именно с этой позиции ты и живёшь сам. Это является твоей стратегией жизни и то, что ты… то, что тебе нужно изменить в себе, чтобы стать лучше. – Я поняла, что у меня тут же вот эти изменения произошли как раз вот после первого концерта, когда я подошла к Лерочке, она сидит на коляске, и мы с ней обнимаемся, да, и она мне подаёт руку, я её беру, ну вот я держу… Вот я прямо помню это чувство, насколько оно меня прямо как током прошило, да, и я понимаю, что она со мной разговаривает. Она со мной разговаривает глазами, она со мной разговаривает вот волосинками на руках, да, и у меня в груди зарождается вот какое-то такое чувство большой грусти, что я не понимаю её. То есть если раньше было, это по-другому, да, то есть дети больные, они не понимают как бы, ну как бы это их проблема. А сейчас-то я понимаю, что это моя проблема. Действительно, ребёнок со мной разговаривает, от неё идёт вот эта вот энергия, я вижу прямо вот в глазах, она, ну, ну просто я не понимаю, и это моя проблема. Нам осталось выучить их язык. Кстати, вот последнее, на втором концерте было последнее выступление, да, когда вы говорили, люди, которые могут говорить и которые слышат, говорили на языке глухонемых людей, читали стихотворения, да? И мэрия же нам, кстати, подарила как раз вот нашей выставке, которая была в смарт-библиотеке, герб города Якутска, 2D, ну вот он тактильный такой, для слабовидящих и незрячих людей. — Вообще, у меня остались очень хорошие впечатления после того совещания, я просто как-то прониклась в то, что вас так поддерживает администрация города, прям полностью сказали, что всё, что... Я вот даже хотела, я не помню, помню, что там много было, чтобы мы перечислили, что вообще будет оно для особенных детей, для родителей особенных детей в нашем городе, потому что там что-то много всего было. — Ну, наверное, Руфина расскажет, потому что вот как раз она лидер. — Мы начнём в этом блоке, да, а в следующем продолжим, потому что у нас осталось две минутки, можно начать. — Ну, у нас было на 7 июня, когда мы подошли к Евгению Николаевичу и Руслану Владимировичу, мы озвучили несколько, вот три основных вопроса, которые у нас были, они были поддержаны. Первое — это, конечно же, выделение, мы называли квотами, да, но на самом деле это не квоты, хотя бы места для детей-инвалидов в общих группах, чтобы они имели возможность социализироваться на том же уровне, на котором все остальные дети, получить доступное образование для всех. И Евгений Николаевич поддержал, потом мы встречались с Русланом Владимировичем, с Марией, и вот на третьем установочном уже у заместителя главы Ржакова уже были конкретно даны задания. Вот эти задания на прошлой неделе, в понедельник, мы подошли, и в Дворце детского творчества у нас первый ребёнок записан в общую группу, и всё, начали работать, и то есть у нас уже сформировалась рабочая группа на уровне окружной администрации, мы все там вошли, и окружная администрация нам полностью в этом помогает. Второе — это выделение баннеров и таргетирование в СМИ, то есть этим тоже они занимаются, то есть баннер мы получили, места под баннер сейчас готовимся, и будем уже свои устанавливать с QR-кодом, чтобы люди могли увидеть, визуализировать вообще, как подписаться, как найти нас уже с доступом к сайту. Ещё что-то было с детской школой искусств, да? Да, детская школа искусств, да, инструктаж, вот Мария у нас как раз-таки разработала, инструктаж у нас должен проходить, сейчас будут заключаться договора с окружной администрацией, с Харсхалом, чтобы на всем уровне... На этой, давайте, оптимистичной ноте остановимся, буквально на 4 минуты, дорогие слушатели и зрители, и очень скоро вернёмся, и будем продолжать говорить про особенных детей, и про помощь для них и для их родителей. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, и продолжаем говорить о том, какая помощь в городе Якутске для особенных детей и для их родителей. И в нашей студии сегодня по-прежнему я рада видеть автора инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем» Анну Фёдорову и мамы особенных детей. Мария Кураева, Нина Осипова и Люцея Анисимова. Спасибо большое, что вы пришли в нашу студию. Продолжим, наверное, вернусь к Марии. Мы начали говорить о вашей лепте в большое дело. Правильно я поняла? Мы начали говорить про встречу с Мером. И про то, что начался пилотный проект. Начинается пилотный проект вместе с Мерией города Якутска. Это про доступные среди для детей с ограниченными возможностями здоровья. И плюс ещё про инструктаж сотрудников, которые работают в учреждениях, в культурных учреждениях, в детских учреждениях. О том, как встречать и как сопровождать людей с ограниченными возможностями здоровья. Это можно ещё немножко добавить. Возможно, для тех, кто только что присоединился. Мы говорим о том, как лучше социализировать особенных детей. Мы говорим про детскую школу искусств, куда сможет прийти особенный ребёнок и заниматься в группе, где есть обычные дети. И для этого нужен инструктаж преподавателей. И не только об этом. Это уже другие идут. Это не только про детские центры, куда дети могут приходить. И это о том, как нужно встречать людей и сопровождать их. Мы в этом году ездили с сыном в Питер, в Санкт-Петербург. И мы в первый раз туда поехали не лечиться, не реабилитироваться, а просто гулять. И посетили культурные центры, музеи. И меня очень удивило то, как вот эти сотрудники встречают. Даже если вот это же старое здание. И там, конечно, с пандусами проблемы и возможности пандус делать не во всех залах. И то, что как вот даже если нет пандусов, как вот встречают сотрудники, как они провожают, как они сопровождают. Летом, когда мы пришли в Якутск, приехали в Якутск, летом у нас случился такой случай, что мы не могли попасть в одно культурное учреждение, которое общедоступное. Любой человек может прийти. Мы не могли попасть туда, потому что сотрудники не знали, как открыть двери пандуса. И я пишу в своих соцсетях. И когда я вот писала, меня подходили Анна, Руфина. И потом вот как раз вот встреча Мера продолжает. Что мы можем предложить по теме доступности среды. И как раз вот этот вот инструктаж сотрудников, которые работают в учреждениях. Как встречать? Ведь действительно, если вот подумать, есть мы с одной стороны, родители с особенными детьми, которые на колясках, люди в коляске, подростки в коляске, молодые люди в коляске. И они тоже хотят пойти на концерты, в кино, в банки тоже невозможно попасть. Не говоря о ресторанах и кафешках. И вот мы должны сейчас начать с маленького взять один пилотный проект. Допустим, один там дворец детства или какой-то культурный центр, где проводим инструктаж сотрудников. Обучаем, показываем их, как общаться с разными людьми. Вот пришёл человек слабовидящий, не видит, как его сопроводить до места. Так, чтобы было удобно и сотрудникам, и было удобно людям, которые получают. И вы на основании своего питерского опыта можете рассказать о том, как это сделать? Нет. Ну, вас там хорошо встретили. Да, да, да. На самом-то деле это требование, оно есть. Есть инструктажи, есть. Этикет, этикет, да. Да, по взаимодействию, но, к сожалению, они у нас пока не особо применяются. Вообще не применяются, я бы сказала. Да, и поэтому мы выступили с инициативой на встрече у главы города о том, что мы поможем написать эту инструкцию и провести, скажем, полевые учения. Этот инструктаж я скачала с интернета. Взяла с интернета и там немножко подправила по своему опыту, да, что добавить, что убрать. И мы предоставили этот инструктаж Кемерии, города Якутска, и дальше уже должны отрабатывать. А уже выбрали, какой объект будет первым? Пока нет. А вы бы хотели, какой, чтобы был? Ну, возможно, это будет дворец детства, да, или, возможно, это будет дом культуры ДК Кулаковского. Вот с этих двух объектов начать. И потом дальше уже вот этот пилотный проект, он же будет пилотным проектом, как бы, да. И когда вот этот пилотный проект уже начнет работать вот в одном такой, в одной организации, да, уже вот этот пилотный проект Мер обещал запустить уже по всему городу. Включая те же вот рестораны, торговые центры, где везде вот пришел человек, кнопочка, и уже сотрудник, один, например, сотрудник, уже он знает, да, что он должен сделать, чтобы встретить, сопроводить этого человека, впустить хотя бы в здание. И спасибо вам за ваш рассказ. И, конечно, я думаю, что мы еще вернемся, да, к дневникам, к проекту «Дневники мам особенных детей», потому что вы все написали свои истории, и я думаю, что, наверное, сегодня вы сможете рассказать о своих впечатлениях с самого начала, когда вы услышали об этом предложении, как вы решились сказать «да», или, может быть, вы ждали этого предложения, вы, наоборот, хотели, чтобы это внимание случилось. Ну, а здесь я хочу чуть-чуть дать такую историческую, что ли, справку, да, о том, что мы в прошлом году, в позапрошлом году, значит, были сфокусированы больше на людей особенных и на то, чтобы вовлекать идеи инклюзии для так называемых, я уже такой использую термин, нормотипичных, да, то есть мы ходили в школы и рассказывали о великих людях с ФВЗ, давали в школах одеть наушники, очки, чтобы они на себе прочувствовали это, да, и в конце прошлого года у нас состоялся тоже такая, скажем, между собойчик, между ангелами добра, и мы пришли к тому, что средоточием жизни любой семьи является мама. Детьми занимаются реабилитологи, логопеды, а мама остаётся одна, ну, один на один со своими страхами, сомнениями, непониманием, потому что ни одна женщина не хочет родить ребёнка с ограничениями по здоровью. И очень много времени уходит на то, чтобы прийти вот к принятию, к этой ситуации, да, а общество тоже не понимает, вот как Руфина сказала в первом блоке, я не понимала свою подругу, да, и поэтому мы решили бросить клич о том, что, мамочки, давайте поможем тем, кто вот только входит, ну, на этот путь, потому что данность мира такова, что вдруг сегодня или завтра не перестанут рождаться такие дети. И, соответственно, вот участницы проекта, авторы, героини, очень мужественные, сильные женщины, которые решили рассказать миру о своей истории, это вот Нина Осипова и Люция Нисимова. Я бы, пожалуйста... Причём сделать это неанонимно, да, рассказать, называя свои имена, имена своих детей, да, и какие-то личные подробности, да. Ну и Мария Кураева, конечно, потому что я уже Марии не называю, потому что это как бы само собой разумеющееся. Дневники Люции и Нины, они вышли, а мой дневник ещё не вышел. Я очень долго думала, и я одна из тех мам, которые вроде бы я открытая говорю об этом, рассказываю, но когда дело пришло вот написать дневник, да, прямо этот дневник, я очень долго сопротивлялась. И прямо буквально последний поиск, когда Анна сказала, «Всё, девочки, сегодня принимаю, завтра уже нет». Я только тогда написала свой дневник, и мой ещё не вышел. Ну, Нинин, дневник вышел одним из первых. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали, какие у вас мысли были, и самое главное, что вы после публикации почувствовали, какие у вас ощущения были? Приветствую. Дневник, ну, свою историю я хотела написать уже в 2019-20-х годах, когда у сына была уже инвалидность, я это приняла. И вот зародилась мысль, что я не одна такая. А вы хотели написать это куда-то отправить? Не знаю. А просто? У меня вообще такое вот внутри было. И этот период до пяти лет, это был такой период, который, как сказать, вот ты не там и не сям, получается, да? У сына инвалидности нету. Общество принимает как нормотипичного ребёнка, но в то же время вот немножко отражение есть, да? А я не знаю, что делать вот эти пять лет. Я не знала, что делать. Ну, маялась. Ну, всё равно мы ходили по врачам. Но вот этот период, чтобы был хотя бы покороче. Потом я приняла это, и, оказывается, поняла, если бы я знала это всё заранее, как бы, да, и люди, как бы, если кто-то не дал информацию такую, да, кто-то пришёл, да, вот так-то, так-то, можно вот так, можно пойти туда, и... А вы скажите, какой диагноз у вашего ребёнка? У моего сына Робцинес, ну, это научное название, но у него самое это то, что у него были, у меня были преждевременные роды, и он был глубоко недоношенный. Ребёнок родился 900-граммовым. Вот у нас из-за этого у нас сопутствующие заболевания, да? Ну, слава богу, у нас... Ну, а как это проявляется? Задержка речи, задержка развития, и организм тоже слабоватый, получается. Ну, я занималась, я молодец, да? И вот дневник я хотела написать с того времени. И вот в апреле, в апреле был у нас семинар, да? И я увидела в WhatsApp-группе состоится семинар для дневники мам. У меня всё там внутри закружилось, завертелось, и сказала, Нина, тебе надо идти, и я одна. Я не знаю, куда, что за семинар, приглашена, не приглашена, но мои ноги меня туда понесли. И пришла, сказали, что пишутся дневники, 20 мамочек. Я думала, уже найдено. И вот я робко подошла к Анне и сказала, я тоже хочу написать этот дневник. Потому что если я сейчас эту, возможно, упущу, я буду там же, где я была. Ну, мне такое ощущение было. И она сказала, да, конечно. И всё, закрутилось, завертелось. Вы знаете, у нас дневники же написали 20 мам и один папа. У нас не только мамы. Поэтому мы так понимаем, что сейчас у нас будет семинар в пятницу, в 5 часов, в смарт-библиотеке тоже, пожалуйста, приходите все. У нас очень классная, вдохновляющая будет атмосфера, классные спикеры. И он будет называться уже не семинар для мам особенных детей, а семинар для родителей. Поэтому мы приглашаем и отцов тоже. Вот, кстати, папы иногда же тоже остаются с такими особенными детьми один на один. Ведь есть такие истории, когда мама уходит. Мы просто чаще привыкли, что это по-другому. Ещё бабушки тоже остаются. Да, я знаю. Так, давайте, наверное, тогда у Люции спросим. Да, у нас ограниченное время. Всё-таки меня вопрос, что вы чувствовали после? Ну вот во время написания и после? Ну, добрый день. Вообще, вот написание дневников мамы для меня было в первую очередь очень тяжёлым, можно так сказать, да, кризисным моментом для моей жизни. Но этот кризисный момент послужил для меня каким-то толчком для дальнейшего существования вообще, как матери особенного ребёнка, да. Потому что до написания дневника я была, ну, в своём мире, да, в своём мире, в замкнутом круге, в своём сообществе, внутри. И про внешний мир. Внешний мир — это как космическая какая-то другая орбита, другое какое-то космическое измерение какое-то было для меня. Но когда я в апреле месяце тоже по воле и судьбе пришла на семена для особенных мам, и Анисия Линична сказала, давай, давай, пиши. Анисия Линична — это наш председатель нашего сообщества. Наши родители. Солнышки и Якутии, да, это союз родителей детей с синдромом Дауна. Мой сын с диагнозом синдром Дауна, ему 9 лет, школьник. Вот. И вот я такая, ладно, хорошо, подумаю. Но внутри было сопротивление. Почему я должна написать для кого, для чего вообще этот дневник, да? Кому это надо? Вообще кому, да? Ну, мои близкие родственники и близкие друзья знали об этом, да, но молчали все, да, потому что понимали. А я жалости не хотела, потому что у меня такой же ребенок, как у них, да, но есть генетическое отклонение, умственное отсталость, но тем не менее это ребенок как личность, да. Я видела в нем как личность ребенка своего. Тем более один ребенок в семье. Поэтому было сложно. С апреля по август месяц я его писала, 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 удаляла, прямо абзацами удаляла дневник. Потом переговорила с Анной Александровной, потому что я не могу никак не написать, да, этот дневник, потому что для меня тяжело. Было физически больно даже. У меня даже паническая атака пошла, да. Вот когда я вот вспоминала всю эту, да, период жизни, который я прошла, и такая думаю, мама, господи, как я это могла пройти, да. Все вот это испытание, которое судьба меня посылала, и я думала, я не выживу просто. И после, как я поговорила с Анной, такая, ну ладно, ладно, думаю, ну все. Надо быть легкой, надо быть открытой миру, потому что действительно мир особенных мам, она закрывается напрочь. То есть доверия миру отсутствует. Потому что как тебе отнесутся, как твоему ребенку отнесутся? Самое больное место — это ребенок, да. Чтобы нейротипичный ребенок, особенный ребенок, если с твоим ребенком что-то сделают, это, конечно, я ж мать просыпается. Поэтому здесь мне было больно показывать свой внутренний мир. И потом через вот эту терапию потихонечку начал отпускать. И после написания дневника, и самое главное было волнительно, это публикация дневника, да. Я молилась, я всю ночь не спала. Мой ребенок тоже со мной вместе стрессанул, очень хорошо стрессанул. Это для меня тоже как бы стресс. Но этот стресс во благо. Потому что здесь идет какое-то переключение сознания, мышления, физически тоже отпускает, какие-то блоки, зажим отпускает. Это терапия для особенных матерей. И для меня чисто это произошло как... Получается, что это так важно написать и увидеть, какой путь ты сама прошла. Если еще вот этот путь увидят еще другие матери особенные, да. И показать это тем, кому только предстоит это пройти, да. Они могут из-за этого извлечь какие-то уроки, и им станет чуть-чуть легче. И показать миру вообще, что с вами происходит, что насколько... Мы есть. Да, насколько ранимые, уязвимые. Да, мы не живем. Потому что вы сказали, что вот если моего ребенка, то для меня это очень болезненно. Я подумала, что вот вроде бы как отторгают таких детей, и мамы их забирают просто из-за того, чтобы сохранить, сберечь, чтобы уберечь от такого жестокого мира. И ваш концерт «Раскрываю сердца» он все-таки сближает, конечно. А семинар, который пройдет в эту пятницу, 20-го числа в 5 часов ждет всех, кто в этой теме приходите.